Информационную войну, в которую попала Россия, едва ли можно назвать бескровной. Фейковые новости искажают факты и сеют панику. Депутаты Госдумы приняли решительные меры, они поддержали поправки в Уголовный кодекс. Тем, кто распространяет ложные новости относительно русской армии, может грозить 15 лет тюрьмы. Огромное количество ложной информации, фейков, дискредитирующих вооруженные силы, которые пришли на Украину закончить войну, которую развязали руководители этого государства. Поэтому надо защитить наши вооруженные силы, потому что все не так, все извратили. И эта информация, она качует по всем интернетам, по всем средствам массовой информации. Надо этому положить конец. Несколько недель назад журналисты 10-го канала проводили опрос в Саранске. Интересовались у прохожих, могут ли они отличить фейковую новость от настоящей. Большинство горожан признали, что с трудом распознают дезинформацию. С 1 марта в России заработал новостной портал «Объясняем.РФ». По аналогии со «Стоп.Коронавирус» на ресурсе публикуют новости только из проверенных источников. Новый портал станет источником проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информацией, которая будет обновляться в режиме реального времени. На нем уже размещены ответы на самые актуальные вопросы по всем сферам, которые волнуют наших граждан, они собраны из соцсетей в каждом регионе страны, без исключения. От транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и, например, работы учебных заведений. Поправка в Уголовный кодекс России должна не только спасти людей от фейков, но и заставить блогеров следить за своими словами. Нам стало известно, что у мордовского ютьюбера Андрея Семенова изъяли видеоаппаратуру. Возможно, силовые ведомства наконец-то отреагировали на поток лжи и оскорблений, которые блогер лил на армию руководства страны в связи со спецоперацией российских войск по защите Республики Донбасса. Он много раз делал оскорбительные заявления в адрес своих подписчиков и оппонентов. Коллеги Андрея Семенова по интернет-цеху уже одобрили действия правоохранительных органов. Эта ситуация, которая случилась с Андреем Семеновым, вполне закономерна. Странно даже, что только по одному эпизоду. Особенно комично все выглядит на фоне того, как Андрей Семенов позиционировал себя как величайшего юриста, знатока законов, знатока правил Ютуба. И вообще человек, который не подчиняется законам Российской Федерации, а живет внезапно почему-то по законам Калифорнии. Но, видимо, в этом году ему как-то придется научиться родину любить. 15 лет заключения за изготовление и распространение фейковой информации можно получить, если ложная информация приведет к тяжелым последствиям. Статья предусматривает наказание полегче, штраф полтора миллиона рублей или до трех лет тюрьмы. Людмила Кусерова, Наши Новости.